Всем привет, с вами, как обычно, Дмитрий Троев. Продолжаем гонять его по НС-4 за Финляндское княжество. Так, всё, упортость убираем. Паутировать немного решил, всё-таки, до института, до внедрения Ренессанса. Ну, тут вот ещё приятное обстоятельство произошло. Дания воюет со шведами, шведов и вели независимость. Так что будем веселиться. Сейчас мы с вами... Так, щёлкаю Норвегию, щёлкаю Бранд. Битва будет за Кальмар. И сейчас мы ещё одну воевашку параллельно проведём. Какой проход войск? Мы накурились, что ли? Так. Сейчас мы тут ещё восстановим своё финансовое благополучие и нападаем на Новгород, который... Почему-то эта провинция отвалилась от Москвы. И вообще, Московия что-то слила войну с какой-то из Орт, или с узбеками, или с Сардой Золотой. Да, так что... Сейчас приколы происходят. Повсюду. Так. Сейчас весёлой объединяшкой корпус отделяем. Так, шведы сейчас, наверное, в столицу к нам придут. Эту бесячую хрень новый патч таки не удалил. Сейчас Бранд подойдёт. Чё, обосрались от страха при виде нашей рати финской? Так, Або. Надо успеть удержать. Новгород тяпнули. Ой, отлично. Всё, Новгород предложит перемирие. Я тебя сжираю целиком и полностью. Ты мне ещё и деньги должен. Все какие можешь. Ну и ещё весёлые насын Лизашки, пожалуйста. Так. Значит, мы сейчас... Должны будем вместе с Брандом помочь тут навалять кое-кому. А потом мы пойдём на Норвежские территории. Зачем нам на Норвежские территории? Из-за тем, что... Тут есть крепости. Любитель архитектуры у меня там кто-то появился. Бранд тут просто расплодился. Кексхольм взяли. Противники наши. Выборг. Что-то они кучу всего забирают, эти норвежцы. Распылились так. Жёстко. Так, чё там происходит? Базовый налог. Ой, нет, боевый дух не надо. Базовый налог, так базовый налог. Давай, Бранд, скорее помогай. Надо брать норвежскую провинцию как можно скорее. Смотри, Даня начинает выигрывать. Кучу боёв. Не, ну мы можем, смотри, как сделать. Мы можем вот так сделать. Потому что Бранд, он что-то чокнулся. В столицу вернуть можно будет, без проблем особенных. Убьют сейчас весь мой флот. Гады. Гады. Что там? Как раз нам уменьшится немножко. О, наконец-то Бранд сейчас пойдёт, наваляет шведам. Так, лунный сад. Давай военочку. У меня усталость, блин, подросла. От дома. И надо... О, мы диптеки можем покачать, наконец-то. Я качал идеи, потому что... Всё это время. Бранд, если ты можешь, захвати, пожалуйста, вот это. Так, тренд-д-вак тяпнули. Теперь напополам. И вот так. Священники сдают позиции. В Дании закончились какие-то беспорядки. Они что, начинали, что ли? Эстония с Ливонией воюют. Так, сведиши пришли. Так, стой. Халявные гипачки на бигзаков пусть привлекутся к ответственности. У нас там какой-то конфликт произошёл. Всё, Океархус наш, с Норвегией, я договариваюсь. Так, нам надо брать то, что мы можем цинализировать. Надо вот эти две попробую брать. О, чёрт, мы... Мы что, до Форр добраться не сможем? Блин. Плохо. Так, ну, берём сколько можем. Главное, агрессивку на Поляндию не получить. Так, а Кирхус мы взять пока не можем. Ладно. Вон, Лемтланд. 41% расширения. Вот так возьмём. В таком случае. Чё, они ещё копеечку могут мне заплатить. У меня куча админки имеется. И есть ещё бастовочка. Городских сепаров. Там будет, там, разобраться. Отлично. Отлично, с навежцами мы договорились. Со шведами теперь надо мы. Так, и тут надо где-нибудь склепать. Давай наёмных логоласов. Чтоб они тут побегали. О! А! Слушай, Нарвегия у нас незалежная, оказывается. Вот оно что. Незалежная Нарвегия. Ну, то есть, война за независимость закончилась. Да, чё они, типа, слили. Это войно. И всё тогда... Слушайте, это просто автаз. Мы сейчас можем... Столько сожрать, что просто... Просто в голове не уложится. Главное, с поляками не поссориться из-за этого. Новгород я себе вернул. Надо автономию повышать ему. Ну, даже если бы останутся пары, они пойдут в Москву, наверное. Сколько там их, кстати? Ой, много. Новгородцев восстанет много. Нева под моим контролем уже. Так, давай в Ладогу. Ладога-дога. Хорошо, что стаба хоть у меня сейчас нормальная. Так, карельские сепаратисты. Карелия, лайт-карелия. Автономию повышать как-то не хотелось бы, конечно. Просто карельские... А сколько их восстанет-то? Сколько? Охренеть, что ли? Какая жест... Жестоким обращением можно их подкинуть немного. И автономию в случае чего повысить, когда будет 90%. С новгородцами ладно. Они могут в Москву в гости наведаться. Новгородцы восстанули... Ни за что не догадаетесь где. Ооо, Ливония сгрызла. Чего-то там. Срок сепаратизма увеличится. Я понял. Мы выиграли кальмар. Все, сейчас я свою рать несметную отправлю. Мочить. Ой-ой. Какая дичь произошла. Сразу же копыт откинул у меня. Чувачок. Выбранное Верховное Божество. Фрея. Все как обычно. Я выбираю у тебя, Фрея. Гену я там. Что-то творит нехорошее. Норвегия, кстати, только с шведами в союзе. И это хорошо. Пойдем убивать новгородских сепаратистов. Что там? Пойдет с концов 4-2-1. Ну, легитимность упадет. В Неланге. Ладно. Ничего. 32. Легитимность. Мы ее будем долго довольно восстанавливать. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Какое бедствие. А, гражданская война свершили. Ну, это нормально. Это нормально все. Будет. Городцы огребают. Бранд за нас сейчас всю грязную работу сделает. И Дания там уже огребает от Баварии. А, Бранд заключил перемирие со шведами. Ясно. Я уж чуть не подумал, что это мы сейчас прозрем все полимеры. Нет, нормально сейчас. Сбегаем тут. Сепаратисты норвежские. Что-то они тоже загрунтовались сильно. Отогнать немножко. Побалуемся очками. Так, Рансу. Так, Рансу. Давай, Рансу будешь. Я автономию еще повысил. Нехороший человек такой. Сейчас мы автономию завысим. Будет хорошо все. И надо диптехи качать. Потому что невозможно его потом. Так, все. Все мы сделали. Последнюю крепость надо взять у шведов. Карельские сепаратисты еще хотят побастовать немного. 16 кашведов пришли. Или забить уже. Блин. Бранд меня подставил. Так можно было бы навариться больше. Когда там? 28 сентября. 16. Ага. Давай сюда. Тогда. Второй отряд где? Второй отряд сюда же в нерке. Сейчас мы может подождем немножко. Бэкап. Усталость еще занизим. Можно стабло повысить. Проблемов было меньше. Так, давай, короче. Быстренько на захват. Требования мира. Все, надо заканчивать уже это. Мракобесие. Иначе... Иначе пипец пойдет. Да? Совершенно. Гражданская война он хочет. В принципе. Последний раз можно отогнать норвежцев. Потом они, может быть, уже и не появятся. А может и появятся. Это они могут захватывать спокойно. Мне пофиг. Тэн-ти-ты-тын. Так. С другой религией попозже. Кладение можно будет сделать тоже попозже. Куда-нибудь они нам помогут. Шведы тут где-то гуляют. Молодцы. Серванцы. Так. Кстати, норвежские сепаратисты еще и сюда могут сбегать. У них в шотландской зоне почему-то тоже есть. Провинция. И это хорошо. Давай посмотрим, что можно у шведов выторговать. Может, уже сейчас сговоримся. Просто денег не получу или еще что-то такое. Кальмар я забираю, потому что... Потому что надо. Так, Блекин. На это, в принципе, пофиг. Так, еще крепости есть какие-нибудь у них? У них, по-моему, только вот эта крепость еще есть. Так, у меня претензии... На что у меня претензии были? У меня куча претензий на шведов. Были. Сволаксор, Ваниеми, Нерки. Хельсингланд. О, какие красивые границы будут. И все. Так. Так, так, так. Я хочу взять Эстербродтон. Вот это. Вот эти вот провинции, если можно. О, 53 расширения всего. 321 админи... Ой, вообще прекрасно. Просто мечта. Так. Они могут даже еще вот это дать. В коалицию только шведы с норвежцами придут. Просто песня какая-то. Так, ну все, тогда надо договариваться. Это шведы агребут, получается. И нам останется курс на Шотландию держать с Англией. То есть дать перемене с норвежцами и шведами. Нападать на Норвегию. Качать дипку. Потому что сейчас дипку не прокачали. Получился пипец. И тогда наверняка вдруг запряжут облака. Вот. Все. Вот таким вот образом я договариваюсь. Соперников мы выбираем Норвегию. Выберу. И давай Швецию. Пусть пока. Пусть пока будет так. Национализация провинции. Я тыкаю вообще все. Пусть будут. Срешение всего 78. Так что нормально. Нерки не может. Там надо будет подождать. Они уйдут и все. Все будет хорошо. Так. Принять христианство. Я его принимать не буду. С легитимностью бяки. Нехорошо. Но срешение 10% это нормально. От бедствия сейчас избавимся. Ухожу отсюда. Вот так вот. Тяпнули. Не слабенько. Польша, кстати, с Венгрией воюет. Так. Потом нас с вами ждет веселая Шотландия. И веселая Норвегия. В принципе, ачивка, в общем-то, несложная будет. Надо будет еще столичку покачать, как попросили меня. Но это потом. Потому что сейчас я военку потратил где-то очков 200 на разгон нехороших дяденек. Вот. Так вот. Ну и все. И надо будет сейчас, возможно, мне еще резерв наемников набрать. Немного, чтобы подбиваться от бастующих. Но их немного будет. Карелая, Норвегия, да шведы. Крестьяне, дворяне вряд ли восстанут. Новгородские сепаратисты. Можно в случае чего автономию завысить. То же самое, в принципе, и с карелами. Да. Ну, все тогда пока. Вот так вот агрессивно хапнули. У Польши немножко мнения подорвалось. Ну, совсем немножко. То есть нам остается что? Нам остается... Да, ждать перемирия. Есть у меня претензии на Ливонию. На Ливонию мы пойдем потом. И на Псков тоже потом пойдем. У меня претензии есть у него. С ним. Так. Вот. Вот и все. Так. Больша арда. О, Польша Крым взяла себе. Да, именно Польша себе Крым взяла, а не Литва. Кормить Литву, получается, никто не будет уже. Ну, вот и отлично тогда. А что это там происходит? Ригу кто-то захватывает. Так. О! Ничего себе. Это шведы, что ли, выторговали? Готлэнд. Вот и прекрасно. Надо будет на него напасть потом. Ладно. На этом закончим. Пока. Такой вот боевитый эпизод. Хитрый. Слава богу, что Польша с датчанами теперь не дружат. Да. С вами был Дмитрий Роб. Подписывайтесь на канал. Делитесь в видео с этим видео. Всего доброго. Увидимся в продолжении. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you guys. С вами был Дмитрий Роб.